Демографическая ситуация в Крыму давно оставляет желать лучшего. В последние годы положение постепенно стало выравниваться, но до оптимального уровня еще далеко. Пик рождаемости в республике был зафиксирован в 2012 году. Тогда за год на свет появилось 24 702 крымчанина, а в 2013 немного меньше – 24 054 человека. За 7 месяцев этого года число родившихся составляет 13 387 человек, что если сложить, то получается больше половины, как за прошлый год. То есть можно ожидать примерно того же результата 2013 года? Можно ожидать примерно того же результата или даже больше. Я думаю, что с входом в Россию у людей появится надежда и возможность больше рождать. Надежда на светлое будущее есть. Наталья Райдутина совсем недавно стала мамой в четвертый раз. Для нее дети – смысл жизни. Женщина рассказывает, финансовая помощь – это второстепенный фактор зачатия ребенка. Ведь дети должны рождаться прежде всего по любви, хотя помощь государства никогда не бывает лишней. Владимир Владимирович обещал и материнский капитал, и по украинским законам, которые были, тоже они обещают платить всем. Это как-то стимулирует ребенка или нет? Ну, как бы для меня, ну, может быть, это важно, я думаю, но если мама хочет, то, я думаю, не важно. Но есть семьи, которым крайне необходима помощь государства, чтобы родить ребенка. Таких в России тысячи. В 2007 году руководство страны разработало программу «Семейный материнский капитал». За семь лет статистика родившихся малышей за год пошла вверх по нарастающей. На такие выплаты могут рассчитывать женщины, которые родили или усыновили второго, третьего и последующего ребенка. Мужчина, который является единственным усыновителем, также имеет возможность получить материнский капитал. Размер материнского семейного капитала 429 408 рублей 50 копеек. Но с 1 января 2015 года он будет индексироваться. Он индексируется каждый год в зависимости от уровня инфляции. Но смогут ли крымчанки, которые родили ребенка с 1 января 2007 года, получить деньги? Этот вопрос пока находится только в процессе решения. Материнский капитал получить не так-то просто, как это было в Украине, когда государство не контролировало денежный процесс, а недобросовестные родители злоупотребляли положением и тратили его не на малыша, а на свои надобности. В России этот процесс четко контролируется. Материнский семейный капитал, он четко, чисто направляется на... Если это улучшение жилищных условий, значит, представляются документы, подтверждающие, что действительно это жилье приобретено. Причем это жилье оформляется в общую долевую собственность всех членов семьи. То есть и родителей, и детей. Если это обучение, то, значит, представляется договор об оказании платных услуг на обучение. На основании этого договора производится оплата. То есть идет целенаправленное расходование средств. Для получения семейного материнского капитала женщина должна обратиться в пенсионный фонд. Там ей выдадут специальный сертификат. Для этого нужно предъявить паспорт гражданина России, свидетельство о рождении всех детей и документ, подтверждающий российское гражданство ребенка. Для крымчан последние условия упростили. Родителям достаточно предоставить внутренний паспорт, в котором вписан ребенок.